И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Науч Студии! Озвучиваю последние новости от Монарха. Он рассказывает, что же всё-таки произошло во время возгорания и какая ситуация предшествовала перед этим моментом. Я надеюсь, что Монарх не будет против то, что я перевыложу его видеоролик. Правда, я сделаю небольшую нарезку, выжимку. Все ссылки под видео я обязательно дам на полную версию Монарха. Поэтому смотрите полную версию, она очень длинная, в районе 25 минут. Итак, поехали! Ну а теперь про шарлатана-фокусника Слободяна. Как я и предполагал о версии с возгоранием кондиционера, тем более внешнего блока, это оказалось странной уткой. Я же вам сразу сказал, что что-то тут не сходится. Почему такую первоначальную версию выдала полиция в новостях? Это уже корейская загадка. Слободяна убила его собственная ложь. Так сказать, награда нашла герою через 5 лет. Я же вам в своих разоблачениях про этого мошенника постоянно твердил, доказывал и предъявлял доказательства, что его шарманка, так называемая бочка, забита аккумуляторами. Вот сколько упорных инфузорий меня клеймили всякими апитетами, что я пытаюсь опорочить святое имя создателя вечного двигателя. Так вот, планктону посвящается. Его убили его собственные аккумуляторы, а еще его невежественная тупость и пренебрежение техникой безопасности. Ага, трижды дипломированный доктор наук, задохнулся от ядовитых испарений и загоревшихся литий-ионных аккумуляторов, которые он заряжал своей шарманке, собираясь на очередную презентацию, назначенную в ближайшее время. А фатально предшествовало этому еще одно событие. Я, выпустив прошлый ролик, надеялся, что хоть кто-то из зомбированных сектантов вспомнит о своем божестве, о его ключевом событии этого паразита на теле общества. Но никто, абсолютно никто не вспомнил. Хотя я снова в своих роликах это показывал прямо в документах. Знаете, когда день рождения у Слободяна? Вот, никто не знает. День рождения 19 августа. Ему исполнилось 38 лет. А пожар был когда? С 20 на 21. Что же произошло? Андрюша бурно с собутыльниками отмечали все события в этой квартире. Вплоть до конца 20 августа, после народ рассосался. Вспомнив, что надо подготовить шарманку презентации, он включил ее на зарядку. Ну и, конечно, тут же уснул, будучи мертвецко-пьяным. Так как аккумуляторы не были приспособлены до подобных истязаний, гений старался выжать с них же по максимуму. Но вот не учел он некоторых особенностей, то какая-то из так называемых банок не выдержала и загорелась. Дым от горящего лития очень ядовит. Да и сам литий воняет жутко. Вероятно, если он был трезвый, то еще мог бы проснуться. Так как такое событие в мире аккумуляторов тихо не проходит. Но спал он мертвым сном. Отчего все было предрешено. Еще мне передали, что тело должны отправить на родину, то есть в Украину в понедельник или во вторник. Раз полиция выяснила, что это банальная бытовуха, то дело закрыто. Хотя вначале проявили бурную деятельность и стали выяснять все его связи до аферы. Но, видно, решили, что не стоит такое болотно влазить, тем более иностранец. Так что все желающие сектанты могут подчить память ушедшего от вас в ад божества. Слободян, конечно, взял тяговые аккумуляторы от электромобиля. Вот там можете посмотреть на видео. Прямо как они разложены пачками. Они где-то по 50 Ач. Ну, так ориентировочно будем считать. Они довольно мощные. Соответственно, токи на них идут большие. Там стоит инвертор. Этот инвертор, ну, должен где-то от 100-110 Вольт работать. Там может 220. Я не знаю, насколько он там их последовательно соединил. Но факт то, что вот эти аккумуляторы, которые он в бочку засунул, они у него должны были набрать напряжение где-то 110-220 Вольт. Ну, 110 пускай будет.